Привет, друзья! Мы сейчас в фитнес-клубе «Энерджи Фитнес», сети клуба «Энерджи Фитнес». Находимся на Борчининской Элла, вторая вышка. Сегодня проводим персональную тренировку Стасом Кирвидовым. Зал открылся недавно у вас, да? Да, зал открылся буквально месяц назад. Зал уже был ванно-конку, переехали сюда буквально месяц назад. Здесь, получается, три зала. Это основной зал. То есть, здесь тренажеры, блоки, тренажеры для ног. А в подвале, получается, уже более силовые тренажеры. В подвале это вниз куда-то, да? Да, получается. Вот это лестники. Посмотрим, что тут есть. Здесь зал получается для силовых. Здесь, получается, для актера оттенца. Можно будет чуть-чуть застать. Ну, я думал, вообще там один зал, так. Думал, вообще один зал. Нет. Здесь, получается, три зала. Один для аэробных нагрузок. То есть, это зомба, гелата, степ. То есть, все направления танцев. Вот. Есть тоже растяжка. Вот. Здесь тренажеры, подходящие от лиц и групп мышц. То есть, есть и лежанки для жима лёжа с лёгами. То есть, есть галлежи на бицепс. То есть, можно со сапогом, вместо проводов можно тренажеры. Есть тренажер, получается, для аэробных мышц на половине. Есть жима лёгами. Гантельный ряд. Там, вот, для гантелей только до 25 килограмм. До 25, да? Да. Есть личный отборный. Можно сделать вот так. Вот, видите, поможет. Осклоните пресса. Ну, и стойки уже, получается. Ну что, приступим? Да, давайте. У тебя же плечо болит? Низкий большой. Испытываем новый тренажер. И что делаешь? Голову прижми. Локти немножко вперёд уведи. Вот, плечами жми. Плечики назад. Ну, то есть, локти назад не уведи. Держи их немножко вперёд, чтобы нагрузку снять. Когда будешь вставить, ногой отжимай медальку. Потому что вниз опустишь, если там всё оторвёшь. Во! Новые подмышки. Покажи мои подмышки. Покажи мои подмышки. Да! Видео снижения. Ещё сейчас. Холодно. Увидимся. Расскажи на камеру, сколько ты лет занимаешься? Занимаюсь. Если нет, выводим прерывы. Это именно тренажерка или тренажерка? Да, тренажерка. Единоборство, да? Я плантоз занимаюсь буквально полтора года всего. Но уже сдал, как начали тренироваться. В следующем году будет сдавать на зеленый. Я думаю, что в год через три сдам уже начертать. Вот. То есть получается. А сколько у тебя? Вот стоимость тут именно персональных тренировок? Стоимость персональных тренировок 500 рублей. Если человек покупает блоком, то есть больше. Соответственно уже получает себе скидка. То есть можно приобрести 10 персональных тренировок уже за 4000 рублей. Снимай. Снимай. Это мой проект. Да, сейчас... Только встание я буду делать пока. Давай. А ты будешь рассказывать как раз. Я разработал проект. Сайт называется тренер-пидсайд-девит.ру. На сайте есть все для фитнеса и подиабилдинга. То есть начиная от анатомии мышц. То есть на сайте можно посмотреть, какие у человека существуют мышцы. То есть не обобщенно, как у нас. Есть трицепс, трицепс, ДТВ, а полностью вся структура анатомии. То есть можно посмотреть, где мышца крепятся. То есть и более подробно ее изучать. Также на сайте есть таблица. То есть точнее компетент калорийности. Вы можете зайти на сайт. Ввести ваши продукты питания. Сколько вы потребляете в день. Вот. Заполнить сколько там вы потребляете продукта. И будет полностью расчет. То есть сколько там белков, здоровья, углеводов. И сколько там калорийности суточного рациона. А можно там рассчитать, что правильно? Да, конечно, там в зависимости от поставленной цели. То есть или похудеть, или набрать эту ситуацию. Вы можете с продуктом питания составить уже свой план питания. То есть там есть очень много продуктов. Там более пяти тысяч номинований. Также на сайте есть упражнения, выполняемые на все группы мышц. То есть правильная техника. Сейчас снимаем видеоблог. И правильно выполняются упражнения. То есть это сделано, может быть, всего для того, чтобы люди не травмировались. И чтобы их тренировка проходила более качественно и без травм. Вот. Также на сайте есть информация о продуктах. То есть грибы. То есть полуфабрикатно-кармазной продукции. То есть. Вот. Что еще? Соответственно, на сайте есть дневник записи на тренировки. Так как я тренер, я провожу персональные тренировки. На сайте можно записаться. То есть выбрать свободное время и записаться. И посмотреть свободное время в календаре. Вот. Дальше на сайте можно будет посмотреть вредные продукты. То есть, что нужно потреблять в зоне каждый день. То есть, есть пищевые добавки. То есть, наши продукты питания, которые вот в магазинах продаются. Это в 60-70% вредные добавки. Такие, какие очень большое количество. И продукты, содержащие трансжиры. И, соответственно, все уже знают, что какой-то раз жиры. Из-за них возникает атеросклероз. То есть, гражки. То есть. И возникновение раковых заболеваний. То есть, соответственно, лучше придаться взглядки. У нас с бабушками говорят. В дальнейшем сайт будет развиваться. Наполняться. Вот. Будет все более и более актуальная информация. То есть, и вся информация, которая есть на сайте, она обычно закреплена. То есть, если появляется вновь написанная статья, я ее доказываю научно. То есть, привожу определенные доказательства. То есть, не просто беру из потолка информацию с интернета, а беру из книжек и общаюсь с врачами спортивной медицины. Данный сайт тренер59.ru уже в первой позиции Яндекса. То есть, если мы в Перми, в поисковой системе наберем тренер в Перми, он выдаст уже его первый. То есть, Яндекс. Пристал отец на самом Монтуане в Перми, в Пермском регионе. Поэтому он в верхней позиции. Вот. В дальнейшем мы с партнером Стаса Кербитова будем продавать ездовое спортивное питание. Почему он выбрал Стаса Кербитова? Потому что у него самый богатый выбор спортивного питания. У тебя говорим. То есть, ему нужно проконсультироваться. Он правильно подскажет, что нужно, а что не нужно. Вот. Ну и поможет в поставленных целях. То есть, раньше, знаете, я выходил в спортивный магазин, то есть, хотел купить спортивный. Я спрашиваю. Вот. А мне этот протеин поможет? А мне это поможет. А я такое читаю. А там этот вочной, газиновый протеин. Потом уже, когда протеин купил, он начал в интернете искать. И доказывается, газин. А почему мне продавец сказал неправильно? То есть, выдвигает вопрос. Если человек не знает свой продукт, то зачем его покупать, соответственно. Придя первый раз к Стасу, в спорт аптечку, мне понравился вообще большой выбор. И человек посоветовал, что более поможет. То есть, развить мышечную мускулатуру. То есть, за это большое спасибо. Всем рекомендую. А по поводу проекта Тренер 59, рекомендую всем зайти на сайт. То есть, каждый найдет свои упражнения. То есть, и более укрепленно сможет. Ссылка будет в описании. Да, ссылка будет в описании. Вот. Ну, также я пишу статьи. Эти статьи уникальны. Пишу от себя. И можете проверить там. Сайты текст.оза уникальность. Потому что они никуда не копируют. Многие делают сейчас. То есть, копируют, переделывают. А нет, я пишу сам. Я пишу сам и пытаюсь больше все закрепить. Что ж, все. Желаю всем успеха в этой тренировке. Подожди, пацаны. Мы не прощаемся. А еще. То мы это обрежем, да? Да. Сколько у тебя сантиметров рука? Рука? Ну, когда я в бодрости, 48-49. И когда я это не в бодрости, то сейчас как? Я, наверное, 40-49. Ну, сколько? Ну, тебе, Гидр, 15 повторений. Ты что делаешь, что это неправильно делаешь? Локоть поднимаешь. Вот. Очень часто в зале замечаю, что очень многие люди занимаются неправильно. И даже выполнение данного упражнения, отведение рук, выполняют по оси выше. Обычно нужно поднимать до такого уровня. Люди поднимают выше. Тем самым, есть риск травмироваться и подключаются мышцы спины. То есть, так делать нельзя. То есть, когда я вижу, я подхожу по нему и сразу же говорю, как стоит. А вот на Марине можешь показать? Правильно она делает? Так, давайте сейчас еще. Давай, Марина. Ну, все, у меня смешно. Ну, здесь работают трапециевидные мышцы. То есть, нужно... Здесь сильно подключаются трапециевидные мышцы. Конечно, немножечко это. Вот. Руки. То есть, они должны работать. Вот, спина прямая. Вот поднятие. Должны прячь работать. Как боковые битвеи. И руки должны быть слегка согнуты в локтях. То есть, должны быть непрямые. Вот. Вот, фуффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф У тебя должно быть движение, вот бедра, у тебя сначала идет локоть, потом запястье, мизинчик вверх, а у тебя вот, даже вперед, у тебя немножко перья. Кисть. Сейчас переднюю дольту забираю, а мы среднюю тренируем. Давай еще раз. Подбородок держишь, немножко выше, чтобы трапеция не включалась. Будут тебя за локти тянутся. И уже по-другому не буду стыли. А вообще у вас как-то много сейчас посетителей? Как видишь, немного. Ну, а вообще ходят вот в выходные, как правило? Ну, больше, по-тестным вечером, то есть, ну, каждый убирается имело время для тренировки, кто-то ходит в нем, ходит в вечер. То есть, здесь тоже до десяти часов. А в какие дни, ну, больше, ну, обычно как тренируетесь в понедельник, всегда в пятницу правильно? Ну, обычно здесь, вот, ребята у меня, которые тренируются, то есть, мы набираем по программе, то есть, ну, в понедельник, всегда в пятницу. Или в вторник, в четверг, в субботу. Чтобы потом между неделями был тема поднялых. То есть, остановиться. Соответственно, под каждого человека делаем индивидуальный программ тренировок. То есть, здесь люди в основном тем пути наслаждения. Кто-то склонен к баллоте. Кто-то ходовой, точно, массово, да. То есть, под каждого там программу мы выполняем упражнения. Соответственно, люди, которые новые приходят, они делают очень, ну, многие ошибки. Я показываю, как правильно выполнять. То есть, типа, ну, просто, они уже выполняют правильно. Ну, и заканчиваем, соответственно, уже заканчиваем кардио-тренажер. То есть, человек, если у него хочет укрепить здоровье, то есть, похудеть. Ну, кардио-тренажер, как балл. Если человек хочет набрать мышечную массу, то кардио-тренажер включает. А! Мега рельеф. О, пока станет делать. Расскажи, пожалуйста, услышала такую фразу восстановление. Что это вообще такое? Восстановление? Да. Это, прежде всего, отдых. То есть, это хороший сон. Сон должен составлять хотя бы минимум 7 часов, 7-8 часов. Потому что время сна. Человек восстанавливает свои силы и ночью идет синтез большого количества гормонов. Гормонов. Вообще, сколько человек знает гормонов спортивных? Их порядка 20. А вообще, гормонов их больше 100. То есть, есть гормоны пищеварения, то есть, кишечники. То есть, ночью идет синтез гормона самотропного, то есть, гормона роста. Их выработки получается на 2 часа ночи. То есть, если человек пропускает сон, то есть, если он не может поспать. Соответственно, синтез гормона роста у него идет уже в минимальном количестве. Вот. Что еще? Восстановление, прежде всего, питания. То есть, человек должен правильно, рационально питаться. Человек должен выбирать только те продукты, которые будут помогать ему при выработке гормонов и восстанавливать силы. То есть, восстанавливать центральную нервную систему и восстанавливать мышечную систему. Вот. Ну, все знают, что идет 4 этапа восстановления. Вот. И когда человек восстанавливается, то есть, он отдыхает, он не должен подвергаться стрессу. Если человек начинает дерничать, допустим, на работе, испытывает какие-то нервы, то у него идет выработка плохих гормонов. Ну, все уже знают, что есть гормон кортизола в самом разрушении, гормон стресса. Человек начинает паниковать, и гормон уже вытесняет другие гормоны. То есть, соответственно, уже восстановление подходит некачественно. Вот. Восстановление играет... И как нам избежать этого? Не работать! Избегая стрессов у людей, которые приносят эти стрессы. То есть, если вам не нравится этот человек, то просто не общайтесь с ним. Есть много способов избежать стрессов. Но, опять же, если вы занимаете высокую должность, то нужно как-то, не знаю, все равно нужно придумать, как восстанавливаться. Но, опять же, нужно избавляться от продуктов, которые вызывают эти тоже гормоны стрессы. То есть, тот же самый кофейный напиток, кофе, да, он вырабатывает адреналин. То есть, конечно, адреналин – это хороший гормон, но как хороший, он помогает выжить человеку. Опять же, это гормон разрушений. То есть, чем больше кофе, тем больше человек избегает стресс. Сам же кофеин, он как бы бодрит человек одну чашечку. А больше уже, как у вас в крови, как по артерии не пишет кровь и конечности, кофеин возвращается обратно в сердце. И кофеин, получается, в крови отбежит тромбоциты, рейкоциты, эритроциты, гемоглобин. А кофеин всех потесняет. Типа, ребята, подвиньтесь, ты так лево-право-лево-право, как скорая помощь. Вот. И этот большой удар получается по сердцу. Вот. Ну, соответственно, другие продукты тоже велья здоровью. Это полуфабрикаты, сосиски, различные копчености. Копчености приводят к атрофии яичек, что для мужчин очень плохо. Вот. Что еще? Полуфабрикаты. А у меня еще такой вопрос. А если человек вегетарианец? Ну, это уже проблема. Если человек вегетарианец, соответственно, он питается растительным белком. Ну, смотри, зато сосиски и колбасы и все такое человек не ест. Ну, вот смотрите. Вот. Если человек потребляет соевый белок, это получается ингибитор-катализатор пищевого фермента. То есть, у человека придет это только вниз. То есть, если потреблять долго один продукт, допустим, долго потреблять сою, то у него организм уже не будет продукты воспринимать. Он не будет усваивать сложным образом. Будет уступать ингибитор-катализатор. Это то же самое, допустим, если есть яйца, да. Один бодибилдер есть такой, я забываю. Фамилию, он в Америке, он потребляет около 200 яиц. Потребляет до желтка. Вот. А желтком, как бы, очень вредно. Не только потому, что там холестерин, а только потому, что большое количество продуктов является катализатором. То есть, нужно питаться рационально в плане восстановления неправильно. Избегать всяких консервов, избегать, ну, вот, хлеб, потому что там ничего полезного нет. Там быстрые приводы, которые, если энергию не использовать, уйдет подкожный жир. Подкожный жир, соответственно, тяжело исправляться от этого. Что еще тут сказать о восстановлении? Ты, когда сделал подход, потом расскажешь. Подумай, да. Долго отдыхаем. Вы. Хотя я сам без кофе не могу, я выпиваю очень много. Это, наверное, единственная такая добавка, которая меня подгорит. Потому что я не пью, не курю, и мне надо от чего-то получать удовольствие. Если не буду получать удовольствие, то смысл — это лишь жизнь. То есть, нужно восстанавливаться и получать удовольствие. Как же горький шоколад? Горький шоколад — это здорово. Горький шоколад подабатывает эндорфины, громоны счастья и радости. Возможно, есть только какой-то шоколад, с процентным содержанием при кавле ниже 30%. Все остальные шоколадки — пористые, сладкие — это трансжире. Ну, трансжире, я же рассказываю. Я сам управляю каждый день по 200 шоколада. То есть, я беру небольшую покупку шоколада и всегда ее запах. Потому что у меня отличное настроение к Жене сегодня. Я считаю, что кусочек, даже 5 долей горького шоколада, это не будет приятно. То есть, они не отложены с утра. А если вы сразу же целую шоколадку, по листву, это 450 ккал, то на уровне не исходишь, по сути? Так, пошла тяжелая артиллерия. Ну, какие у нас тут мышцы? Ну, вот тут. Помешаться чуть-чуть. Главное не упасть. Так. Можно? Ну, хочу увеличить. Куда больше бицепса? Предплечье было большего веса. Как моряк-папайя будешь? Предплечье у тебя бицепс будет еще меньше казаться. Да. И когда, тем более, будешь вставать в стойку, у тебя, видишь, вот этот объем будет... На фоне тупо? Да. Чем меньше, чем тоньше кость, и чем у тебя тут будет меньше всякой фигни, налеплено, тем больше у тебя бицепс будет казаться в пик. И позируется не так, ты его должен держать не в сторону, а немножко выводить вперед. Тогда он у тебя будет объемнее казаться. Видишь, в сторону держишь? Угу. Вот так? А ты сейчас держишь вот так. А ты должен держать вот. Видишь, он более объемный сразу. Видишь? Да. И запястья. Ну что там. Можно прибавить вот так. Смотрим. Я ни разу не позернул. Вот, вот. Все впереди. Что ты? Видо, спалило. Терпит. Все впереди. Терпит. 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 Опять. Он не очень такой покидывает. Он тренер, он знает. Я просто спрашиваю. Только большим трудом качаются мышцы. Потом и кровью, да? Потом и кровью, да. Сейчас еще бы не закрыли. Как мы потренировались? Тренировка пошла отлично. Сегодня мы качали плечи. Дальтовидные мышцы качали руки. Вот. Сколько мы? Полтора часа занимались? Да. Так-то долго. Обычно тренировка должна составлять не больше часа. 45 минут максимум в час. Мы трещали еще. Да, мы долго трещали еще. Покажите наше ручки. Я вам трещу ручки. И я трещу. Стас, спасибо, что приехали. Я очень рад. В дальнейшем, думаю, будем сотрудничать. Будем тебе помогать в реализации твоих продаж. Соответственно, ты будешь помогать нам делиться опытом на тренировках. Сегодня тренировка прошла продуктивно. Мне очень понравилось упражнение на бицепс. То есть, раньше постоянно брал тяжелый вес и поднимал на силу. То, что мы сегодня выполняли. Вот 14 кг. Супинировали. Бицепс забился. Вообще отлично. То есть, получается супинация. Я сейчас с отображением буду это постоянно помнить. Так что приходите в Energy Fitness по адресу улица. Большининская 2, вышка 2. Мы переехали с Ивана Франко на Большининскую. Это здание, где кафе Роуз. Наверное, все уже знают. Приглашаем на персональные тренировки. Приходите, тренируйтесь, занимайтесь спортом. Всем пока. Всем пока. Браво! Браво!